Субтитры делал DimaTorzok Все у нас в сборе, всем все хорошо слышно, видно И сегодня мы с вами поговорим на такую очень интригующую тему Это человек и машина в завтрашнем ИЧАРе Мы будем разговаривать о блокчейн-технологиях и их применениях в ИЧАРе Но до тех пор, как мы вступим, вы немножечко разогреетесь, нальете себе кофе Надеюсь, уже налили и включитесь в диалог Я бы хотела немножечко рассказать про нас, про Визари Консалт Про ту компанию, которая стоит на страже ваших новых знаний и технологий И хочет, чтобы вы были самыми первыми и успешными везде Собственно говоря, это я, Оксения Иванова, клиентский директор нашей компании Ведущая бизнес-эвентов «Антиклуб» Если вы на них были, если не были, я обязательно вам немножечко про них расскажу чуть-чуть попозже Визари Консалт Что мне, наверное, хочется сказать основного про нашу компанию Помимо того, что мы 21 год на рынке и имеем большую региональную сеть в 40 городах России Наверное, хотела бы сказать о наших технологиях Как мы занимаемся подбором Даже в стандартном рекрутменте, когда мы подбираем, мы используем технологии прямого поиска А также наши региональные базы Поэтому, если вдруг у вас есть какая-то трудная задачка Где вы уже пересмотрели все открытые источники Москвы, Московской области И вам нужны кандидаты То обращайтесь к нам У нас всегда есть, так сказать, туз в рукаве Которую мы готовы достать И вам с удовольствием помочь в подборе Из-за важного, чем, наверное, мы отличаемся от других компаний Надеюсь, что вы все с нами уже знакомы уже давным-давно И уже наши партнеры, клиенты Это стаж работы консультанта Который у нас в среднем занимает 7-8 лет А максимальный 21 год Это только работа у нас в компании Стаж значительно больше Это наша экспертиза, которую мы владеем профессионально в 8 областях Которые у нас образованы в практиках Поэтому, если у вас есть вопросы по FMCG, по ритейн, по IT И необходимо закрыть вакансии в разные направления Обращайтесь, мы вам с удовольствием поможем Вот На чем мы специализируемся? Это, конечно, топ-позиции Мидл, специалисты редких и вновь появляющихся профессий Мы заточены работами результат Поэтому берем оплату наших услуг только после того, как мы закроем с вами вакансию Гарантийный срок, заметьте, у нас достаточно увеличенный от 3 до 12 месяцев Что говорит о том, что мы гарантируем свою работу и готовы за это Не просто говорить на словах, а даже давать такую гарантию, как срок замены Средний срок закрытия вакансии Это от 2 недель, но, конечно же, мы прекрасно понимаем, что все зависит от вакансии И скорости принятия решений у вас в компании Вот Немножко хотелось бы до момента нашего, основной нашей темы Рассказать о наших мероприятиях Помимо вебинаров, которые мы проводим Мы еще проводим от клуба Это мероприятие, как и мои любимые, как это называют без галстука Где мы собираемся в аудитории 50 человек за круглыми столами Или как мы еще собираемся, за ресничками Чтобы обсудить тему, познакомиться и действительно найти решение вопросов, которые у нас есть Самый ближайший у нас антиклуб будет 23 апреля Мы будем разговаривать про искусственный интеллект и автоматизацию в HR Узнаем вообще это миф, реальность Где это может быть Мы путаем автоматизацию с искусственным интеллектом Поэтому, если кто еще не зарегистрировался Обязательно нажимайте на кнопку зарегистрироваться И узнайте все об новых технологиях в HR на нашем антиклубе Вот Также я хочу поблагодарить наших партнеров Это HandFlow, современная CRM-система для рекрутинга Вам поможет навести порядок в вакансиях Удобное введение базы резюме Работа с заказчиками Интеграция с календарями и почтой И отчеты по работе И это все в одном месте Понимаете? Это, мне кажется, очень важно С учетом того, какое количество вакансий у многих у нас есть в работе Далее я бы хотела представить Валерию Дворцевую Управляющего партнера нашего кадрового агентства Визави Консалт Я думаю, что многие ее знают Потому что она стар проект HR и антиклуб Автор множества публикаций Признанный эксперт в различных деловых СМИ Валерия, прошу вас Всем здравствуйте Я, в свою очередь, большим удовольствием представляю Леонида Леонид Хмельницкий Это наш сегодняшний спикер Это наш сегодняшний спикер Который будет рассказывать нам про те изменения, которые попадут в мире Про то, как к этому готовится HR И вообще мы будем вести с ним диалог Мы договорились, что мы будем общаться на эти темы Потому что лично мне это реально очень интересно Потому что путаница в голове на тему искусственного интеллекта На тему автоматизации Чем отличается, что это Это про машину, это про людей, это про интеллект Это вообще про что Леонид занимается этой темой уже несколько лет Он преподает в разных странах Он выступает, пишет статьи И вот сейчас с нами на эту тему пообщается Хорошо Коллеги, здравствуйте Лера, мы договорились, что мы на ты Да Давно друг друга знаем уже Значит, ну, во-первых, хочу сказать, что, конечно, больше всего Мы сегодня будем с вами говорить об искусственном интеллекте Потому что искусственный интеллект Это не какое-то будущее Это то, что уже сейчас Уже сейчас полностью вошло в нашу жизнь Я сейчас шел, Лера, вот от метро сюда Всю дорогу воевал с виртуальным помощником компании Мегафор Пришел к тебе в офис Вот что я увидел первым делом Это номер от конца прошлого года Управления персоналом Здесь заголовок прямо на Вот посмотрите, пожалуйста Отбор специалистов Мы все больше и больше будем отдавать искусственному интеллекту И понятно, что, наверное Я потом, на самом деле, прочел Тут же, кстати, ну, немножко заголовок, конечно, преувеличен Но вообще, надо сказать, что вот такое Такие, скажем так, апокалиптические сценарии Ну да, звучит, что если попробовать отдавать искусственному интеллекту То, в общем, не последний ли у нас вебинар? Мы же не пора ли нам закрываться? Во-первых, да, кто будет проводить вебинары, как не роботы Ну да А вообще, пожалуй, я начну сразу с самого апокалиптического сценария Значит, самый такой крайний сценарий, который я читал на тему воцарения искусственного интеллекта Это то, что когда уже через два года искусственный интеллект полностью войдет в нашу жизнь То останутся только таланты То есть те два процента, которые признаны считать талантами А все остальные будут уволены и будут получать безусловный базовый доход Ну, надо сказать, что Жень Лурие, бытность еще ищер директора Магнита То есть до сделки, да Выступая на одном из форумов года три, наверное, четыре назад Когда его спросили про автоматизацию, про искусственный интеллект Очень четко, мне кажется, сформулировал Мне нравится это высказание Я его помню все время, что через некоторое время люди разделятся на две категории На те, кто будет над роботами и под роботами Да, в общем, как-то мне бы хотелось все-таки Я бы, я бы, я не то, что полностью с этим не согласен Но я хотел бы добавить, поспорить И как раз давайте мы перейдем к нашему следующему, то есть первому нашему слайду То есть, собственно говоря, давайте мы начнем с определений Давайте говорим все о том, что вообще такое искусственный интеллект Вот искусственный интеллект, это не роботы То есть, да, конечно же, существуют промышленные роботы Но, во-первых, в России они пока не очень распространены А кроме того, наймом на работу промышленных роботов Занимаются не отделы HR, а те, кого HR нанимают на работу, то есть инженеры Ну да, а вот боты, например, это же тоже роботы Да, конечно Боты, это уже искусственный интеллект или еще нет? Смотря какие боты Бывают интеллектуальные боты, бывают неинтеллектуальные боты Обязательно об этом расскажу То есть, как люди, бывают с интеллектом, бывают без интеллекта Ну, и вот тут как раз у нас Давайте я секундочку опущу наш слайдик, чтобы было его видно полностью Это, пожалуй, самый первый момент, который вот Лера очень хорошо, что я о нем упомянула Потому что, понимаете, как в английском языке вот Artificial Intelligence Он не имеет такой антропомордной окраски, которую оно приобрело в традиционном русском переводе Слово Intelligence, вот в контексте, о котором мы с тобой сейчас говорим Это умение рассуждать разумно, а не интеллект То есть, это не интеллигентность ни в коем случае Это не образованность Это просто умение рассуждать разумно И более подробно я об этом обязательно расскажу И вообще, я сейчас хочу вкратце вот описать то, как мы построим этот час сейчас Значит, мы сначала поговорим об определении То есть, о том, что такое искусственный интеллект в нашем контексте О том, что такое блокчейн в нашем контексте И что такое большие данные, бигдата Дальше, конечно, расскажем То есть, я расскажу об основных областях применения очень коротко А затем сразу же и очень подробно Я хотел бы остановиться на тех навыках, которые нужны Как мне кажется, это по моему мнению Но все-таки определенный опыт есть Но нужны сотрудникам отделов HR-компаний, рекрутерам В том, чтобы преуспеть, не остаться без работы А главное, преуспеть Вот в этом новом, назовем его так, искусственном мире Дальше я хотел бы рассказать вкратце Или, по крайней мере, показать Слайды будут у вас также после доступной О самых интересных внедренных уже проектах Как в России, так и в мире И потом, может быть, более подробно рассказать о том Какие уроки уже сейчас существуют Уже вывели из этих проектов То есть, что именно дает искусственный интеллект HR-у А дальше мы, наверное, если у нас останется время А надеюсь, что останется, поговорим о такой важной теме Собственно говоря, что может сделать После того, как искусственный интеллект Уже взял на себя определенные обязанности О которых мы расскажем Собственно говоря, на что остается время Как может улучшиться работа HR-департамента Ну, хорошо Теперь, значит, давайте тогда Да, и, конечно же, у нас будут опросы И мы точно так же Я хотел бы сказать Так, у нас со звуком все в порядке, да? Отлично, да Значит, пожалуйста, пишите вопросы в чат И мы будем на них отвечать В текущем режиме Лера мне будет помогать в этом Мы будем делать какие-то такие смысловые остановки Вот И отвечать Ну, отвечать, там, если какой-то вопрос Вот прям необходимый прямо сейчас Прямо мгновенно все ответим И, то есть, давайте Значит, итак Значит, что такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект Это, прежде всего, программа Ну, то есть, это компьютерная программа Прежде всего, да Это На жаргоне компьютером это называют софт Строго говоря, это также называется В теории компьютерным алгоритмом И что он, в отличие от других программ Может делать Это то, что он может интерпретировать Внешние данные То есть, у него есть Как практически любой искусственный интеллект Состоит из Вот такой софт искусственного интеллекта Состоит из трех модулей Он состоит, во-первых, из базы знаний Дальше из того, что называется Называется решатчик И дальше из того, что называется интерпретатор То есть, эта система, во-первых Может интерпретировать некие внешние данные И, что самое важное Она может делать выводы На основе этой интерпретации И еще следующий шаг Может использовать эти выводы Для того, чтобы выполнить задачи Которые поставлены человеком Или другим компьютером Или самой себе И вот как раз в постановке Достижения задач Таких вот Реализации задач Которые машина поставила Самой себе В этом и основа Так называемых нейронных сетей То есть, того, что Пожалуй, наиболее близко Соединяет нынешнее состояние Компьютерных сетей С нашим человеческим мозгом Это способность самообучения При их адаптации Я понимаю, что Если мы берем как внешние данные Например, резюме Там, Людвей То проанализировав Некий массив резюме Система понимает По каким, не знаю Ключевым словам Мы отбираем лучших Начинаем менять ключевые слова Для поиска И таким образом Сама обучается И предлагает нам На основе наших действий И выводов Которые она делает сама И вот это то, о чем ты говоришь В уровне искусственного интеллекта Да, это так Но я хотел бы На самом деле Привести немножко Более простой пример Это, знаете Давайте возьмем Самый простой пример Все же пользуются Вордом На много лет уже Ну вот представим себе Что, ну Борд или любой другой Текстовой процессор Вот представим себе Что он может Дописывать за вас слова Это то, что сейчас Может делать любой телефон Даже самый То есть Это, скажем так Это первый Самый низовой Уровень Тем не менее Искусственного интеллекта Следующий уровень Это когда Тот же самый Ворд Может За вас Дописывать письма Сначала фразы Прямо целиком Целиком фраза Это тоже Вполне Реализовано Абсолютно И Собственно говоря На моем Не самом дорогом Телефоне Тоже есть Значит Дальше Он может Дальше Следующий уровень Это когда он Дописывает Когда ты Когда ты говоришь Ворду Слушай Напиши-ка ты письмо Моему директору И начальнику И расскажи ему Там О результатах Отчета Ну Составь ему Отчет Пожалуйста А данные Там Ты знаешь Где взять И ворд сам это делает Берет эти данные Это ну Это такой вот Следующий уровень Развития Он уже существует? Да Конечно Абсолютно А следующий уровень Дальше Это когда Собственно говоря Ворд сам решает Когда ему нужно Написать Отчет Начальника У меня тут же Возникает опасение Кто из нас Победит В споре Если Я буду считать В этот момент Что отчет В этот раз Писать не надо Он не решит Что он умнее Чем я И не скажет Мне Чтобы я помолчала Он В общем Сделает Ну На эту тему Конечно Написано Допустим Много Научно-патриотической Литературы Сняты Куча Замечательных Фильмов Кублика Там Компьютер Хал Вот этого Одессея 2001 Но Это вообще На самом деле Старая тема В России Надо сказать Что Извините Что это Небольшое Лирическое Отступление Но вообще Первые Интеллектуальные Машины В России Изобрел Статский Советник Колесников Нас Вы его Звали В 1832 Году Он создал Пять Интеллектуальных Машин И использовал Перфокарты Там первые Так что Это история На самом деле Того Кто победит Человек Компьютер Это он Посвящено Ну Эта тема Заботила Вообще Ученых С момента Создания Компьютера Существует Известный Тест Тюринга Который Определяет Степень Разумности Машин И в контексте Искусственного Интеллекта Но Вы знаете Существует Конечно же Существует Так называемый Слабый Слабый Искусственный Интеллект Это То есть Искусственный Интеллект Который Ориентирован На Решение Конкретных Задач То есть То Чем Мы пользуемся Сейчас Давай Двигаться В общем Я понимаю Что для людей Айзен Это для машин Тюринг Главное Не перепутать Кому что Давать Еще Важно Я думаю Можно пока Ответить Таким образом Что это Теоретически Возможно Но это Реально Отдаленное Будущее Дальше Давайте Немножко Поговорим Про мой Любимый Конек Блокчейн Я Обещаю Что не буду Говорить о нем Долго Тем более Что на эту тему Есть отдельная Презентация Линк на который Я дам В конце Что такое Блокчейн Блокчейн Это Просто Новый Способ Хранения Информации Блокчейн Очень часто Путают Со словом Биткоин Потому что Биткоин Это Криптовалюта Которая Использует Технологию Блокчейн На самом деле Это просто Новый способ Хранения информации Который заключается В том Что блокчейн То есть Цепь из блоков И Любое изменение Это новый блок В цепи То есть Это означает Что невозможно Ничего отменить То есть Это означает Что Невозможно Ничего Фальсифицировать И Это означает Также Что все Что угодно Можно очень легко Проверить Например Что написано В резюме Не нужно Никуда Звонить Если И узнавать Действительно Человек Учился В том Институте Если У него В резюме Слова Учился В таком Институте Залинкованы На блокчейн И Вторая Важная Вечь В блокчейне Это то Что нет Центра Это Так называемая Одноранговая Сеть То есть В ней Нет подчиненности Все компьютеры Равны И На всех Компьютерах Более-менее Есть одна И та же Информация Поэтому С одной стороны Это очень Устойчивая Система Ее невозможно Разрушить Ты Выключил Один компьютер И он Десять миллионов Компьютеров Невозможно Выключить А главное Что нет Администратора В Публичных Блокчейнах Есть Администраторы Компьютеративных Блокчейнах Но Об этом Пошел Как Связано Мне пишут Что меня Хуже Слышно Я постараюсь Работать С микрофоном Да Как Связан Искусственный Интеллект И блокчейн Да Вот Для меня Это не очевидная Связка Для меня Понятно Машинные Технологии Да Но Мы Поскольку В единой связке Об этом Говорим Видимо Здесь Есть Что-то Да Для этого Мне нужно Еще Рассказать Все-таки О том Что Такое Большие Данные Или Биг Дата Значит Прежде всего Большие Данные Это не означает Что мы Все Про тебя Знаем Это Просто Большие Массивы Обезличенных Данных То есть Это Цифровые Отпечатки Которые Мы Все Оставляем От Ну Того Что Кто Вот Я Сегодня Утром Зашел В Фейсбук До Геолокации Которая Говорит Что Я Сейчас Вот Здесь Нахожусь И Если Мы Рассматриваем Вот Эти Три Явления Вместе То Есть Искусственный Интеллект Блокчейн И Биг Дата То Скажем Так Блокчейн Это Новый Способ Хранения Больших Данных Вообще Хранения Информации А Искусственный Интеллект Это То Что С Помощью Чего Человек Анализирует Эти Большие Данные И Искусственный Интеллект Может Для Человека Делать Выводы Например Начиная От Каких Размеров Это Становится Большими Данными Вот Там Я Не Знаю 100 Резюме Это Уже Достаточно Чтобы Или Тысячи Или Миллион Или Вот Здесь же Наверное Есть Какие-то Понятия Вопрос Не В размере Вопрос В Обезличенности То Есть Может Быть И Сто Режимы И Собственно Говоря Ну Даже Может Быть И Десять Режимы Если Они Подробные Тоже Можно Братить Большие Данные Поскольку Ну Вот Давайте Представим Себе Что Нужно Проанализировать Какой-то Поведенческий Паттерн Я не знаю Допустим Как Через Сколько Времени В данной Компании Через Сколько Месяцев В среднем У сотрудника Возникает Желание Брось Все Уйти Сколько Нужно Для этого Режиме Наверное Все Вот Но Нужно Ли Чтобы Там Было Написано Иван Иванович В этом Режиме Это Нет Я понимаю Что Обезличенное Но Тем не Менее Мне Казалось Что Самообучающие Эти Вот Эти Моменты Да Там Не Шифрование Данных Не Разбивание На блоки И Создание Цепи Да А Вот Поскольку Мы говорим Связка Да С Вскусственным Интеллектом То Какой Объем Нужен Для того Чтобы Система Могла Проанализировать Сделать Какие-то Выводы Поднастроиться Или Это Непонятно Каждый Распорт Я не смогу Отвести На вопрос Потому Это Зависит Сильно От Задачи Что Конкретно Нужно Узнать Вот Я Знаешь Что Давай Я Отвечу На этот Вопрос Когда Мы Будем Разбирать Пример Потому Что Есть Конкретный Пример Значит Вот На данный Момент Искусственный Интеллект Как раз Ты упомянула Проанализ Резюме Это Собственно Говоря Первое Первичный Отбор Это То В чем Используется Искусственный интеллект Уже Сейчас Очень Подробно Много И активно А вторая История Это Applicant Tracking Systems То есть Это Трекинговые Системы Кандидатов Это Системы Которые Позволяют Например Такая Как Поток Точка Ио Это Российская Система Север AI Это Системы То есть Если Север AI Это В основном Насколько я знаю Это Анализ Резюме То Поток Ио Это Как раз Ну Кстати Или Google Hire Из Больших Систем Это Системы Которые Позволяют Компаниям Анализировать Ну Во-первых Быстро Увидеть Этот Человек Нам Уже Просился На Работу Или Нет Но Кроме Того Анализировать Кучу 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 Всего Из Тех Кандидатов Которые Были Которые Были Отсеяны Которые Пришли В общем И вот Там Как раз Идет Речь Об Анализе Больших Дар Кроме Того Есть Еще Одна Очень Интересная Область Которая Используется Тоже Во всю И Таких Примеров Я Тоже Еще Расскажу Это Прогнозирование То есть Это Как Прогнозирование Успеха Кандидатов В Компании По Заданным Каким-то Характеристикам Так И Что Интересно Желание Уйти На Другую Работу Из Таких Больших Проектов Тех Проектов Которые Ну О которых Говорят Открыто И Подают Их Другим Компаниям Как Сервис Это Компания IBM Сделала Очень Успешный Проект Который Прежде всего Опробовал Сама На Себе Называется Это По-моему IBM Retention Staff Тоже Есть У меня Ссылка Дальше В Слайдах На Эту Тему И Она Самому IBM Сэкономила 300 Миллионов Долларов В год Потому Что Она Позволяет Эта Система Позволяет Как Говорит IBM Сделать Так Чтобы Колоколковать Колокольчики Начинали Звонить В Чарном Отделе За 2,5 Месяца До того Человек Положит Заявление Об Дочерняя Дочерняя Компания Сделает Подобную Систему И Колокольчики Звонят За 8 Месяцев Они Предупреждают Об Этому И Говорят Что За 2,5 Месяца Можно Успеть Начать Подбирать Замену А За 8 Месяцев Можно Успеть Поменять Мотивацию Человека И Сохранить Или Предложить Ему Какое-то Образование Дополнительное И Вот Именно Анализ Образовательных Потребностей Это Как раз Тоже Область Применения Искусственного Интеллекта Кроме Того Также Это Анализ Поведения О чем Мы Говорили На основе Бигдата И Еще Такая Большая История Это Боты Боты Для Повторяющихся Задач Вот Ты Меня Спрашивала Чем Отличаются Интеллектуальные Боты Это Интеллектуальные Искусственные Интеллект Или Нет Ну Как Сказать Боты Для Повторяющихся Задач Это Своего Рода Продвинутый Макрос В В Вообще То Будем Называть Девча Своими Имами Это Скрипт Который Повторяется Да Вопрос В том Что Он Делает Потому Что Бот Может Звонить В виде Робота Веры Которого В общем То Я знаю Что Там Были Как Плюсы Так И Минусы Вот Но Также Бывают Боты Граберы О них Я расскажу Еще Поподробнее В общем Это Тоже Очень Интересная Тема Которая Призвана Решать Такую Как Я Понимаю Довольно Часто Встречающуюся И Очень Приземленную Практическую Задачу В HR Когда Уходит Какой Нужный Сотрудник То Начальник Приходит К HR И Говорит Найди Мне Такого Как Серега Найди Мне Вот Такого Же Мне Не Нужно Никакого Гения Найди Такого Же Вот Вот Такую Штуку Признано Решать Бот Граберы Скажу Об этом Подробнее По Еще Даже Чуть Чуть Пораньше Вот Давай Значит Что У нас Есть Сейчас У нас Проверим Да Вот У нас Есть Опрос Значит Хотел Бы Я Задать Такой Вопрос Используется Ли В работе Вашей Компании Уже Сейчас Не Только В HR Я Подчеркиваю А Инструменты Искусственного Интеллекта Блокчейна Или Больших Данных Вот Тут Просто Хочу Ответить Да Хочу Я не видел Что здесь Можно Посмотреть Вживую Это Похоже На Выборы Я Надеюсь Что Нет Можно Нет Посмотрим Там Нам Время От Времени Говорят Что Проблем Со Звуком Видим Нам С тобой Надо Ближе Все Так К Микрофону Да Вы Только Коллеги Извините Я Просто Одновременно Еще Иногда Пью Воду И Будет Да Будет Звучать Ну Вот Мы Видим Что Нет Да 12% Что Да Это Очень Круто И Собственно Сейчас Вот У нас Уже 40 Человек Проголосовали Ну Вот Смотри У нас Где-то Четверть Используют Да Три Четверти Пока Нет Но Тем Не Менее Четверть Используют Идем Дальше Да Но Это Замечательные Показательные Прекрасно Так Вот Значит Мы Говорили Об Об Основных Давайте Попробуем Как нам Перейти Отрав Сейчас Вот Значит Немножечко Еще О том Очень Вкратце Где Используется Теперь Где Используется Блокчейн В Ичаре И Где У нас Используется Бигдата Предыдущий Давай Делаем Значит На эту тему Я На эту тему Есть отдельная Презентация Большая Я ссылку на нее Дам Вообще Блокчейн Используется Уже Сейчас Прежде всего Для проверки Резюме Кроме того Для создания Так называемых Комплексных ID Кандидатов То есть Когда Это фактически Замена резюме То есть Мы Берем Не только Резюме Туда Но еще И поведение Человек В социальных Сетях То что Он где-то Может пишет На форумах И так далее Профессионально И все Складываем Воедино И на основе Этого Появляются Так называемые Биржи навыков Децентрализованные То есть Это своего рода Фейткантер Завтрашнего дня Об этом Подробнее В презентации Которые На ссылку На которые Я дал Дам Попозже Тем не менее Я бы хотела Уточнить Что для многих Кто здесь Это важно Биржа навыков Правильно ли Я понимаю Что по большому счету Я говорю Что мне нужно Чтобы у человека Были такие 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 Навыки И я могу Куда-то зайти Запросить Это И там будут Проверенные Как бы Зафиксированные Люди Которых я могу Через эти навыки Ну как-то Запросить Не знаю Во-первых Это Во-вторых Самое главное В биржах навыков Это то Что Ну поскольку Все больше и больше Компаниям Нужны не люди Соликом А люди На какой-то проект То нужны Только Конкретные навыки И соответственно Можно Идет речь О том Что О создании Более гибких Рабочих форм Чтобы можно было Людей Даже в рамках Внутри Уже Работающих Компаний Подключать Оперативно На какие-то Проекты То есть Если у тебя есть Какой-то навык То есть Это проектное Формирование Ресурсов Абсолютно Абсолютно Значит А большие данные Они конечно же Используются Для анализа Поведения Значит Теперь давайте Перейдем К основной Теме То есть К тому Какие Собственно Навыки Нужны Ичарам Для того Чтобы в этом Прекрасном Мире Преуспеть Подчеркиваю Не выжить А преуспеть И тут Я сразу Такой Небольшой Дисклеймер Дам Это то Что я здесь Написал Это конечно Мое мнение А не Констатация Фактов То есть То что я до этого Рассказывал Это просто Это описание Реальности Но Поэтому я хочу Сказать Что основной Основной Вывод Который Я пока Для себя Сделал Это что Сдаваться Не надо А что Наоборот Нужно Использовать Те Знания И то Образование Которое Уже Есть Понимать Каким образом Что из этого Можно использовать В этом Новом Искусственном Мире И какие Навыки Еще дальше Нужны И вот Во первых Когда Я тут Написал О том Что Вообще Что такое Продвинутый Пользователь То есть Вы знаете Раньше Еще совсем Недавно Была Лера Ты помнишь Была такая Формулировка В резюме Уверенный Пользователь ПК Ну Вот Надо сказать Что Когда я смотрела Вчера Твою презентацию Я почувствовала Нечисто Подобное Уверенный Юзик Майтерсофт Офиса Что Кто-то Из нас Неуверенно Это Подрагивает Когда его Юзают Или что Что Имеется Осмотря Что Мы имеем Ввиду Под Майкрософт Офисом Я конечно Имею Ввиду Из Не Ворда Excel А Прежде Всего Аксесс То есть База Данных И Визио То есть Блок Схемы Вот Это Вот Важные Моменты И Я Хочешь Сказать Что Аксесс Будет Нужен Не Только IT Сотрудникам Или Нет Я Планировал Сказать Попозже Но Лучше Скажу Сейчас Значит Аксесс Это База Данных Очень Важно Понимать Каким Образом Вообще Устроена База Данных О том Что Существует Универсальный Ключ О том Что Существует Условно Говоря Как Хранятся Карточки В базе Данных Зачем Мне это Знать Зачем Это Необходимо Потому Что Когда Мы Говорим По блокчейне Например Или Об искусственном Интеллекте Не говоря Уже О больших Данных Большие Данные Это Это База Данных Для того Чтобы я Могла Читать Книги Я должна Знать Буквы Уметь Читать Но Не Должна Знать Книга Издательства Из чего Делается Бумага Как Наносится Краска Я беру В руки Книгу И ее Читаю Когда Мы Говорим Про Аксесс Или Про Блок Схемы И так Далее А Если Я Гуманитарий У меня Сразу Возникает Такое Сопротивление Зачем Мне Знать Как Устроена База Данных Я Юзать Ее Должна Грамотно Это Да Зачем Мне Знать Как Она Устроена Это Нужно Для Того Чтобы Правильно Подставить Задачу Программистам И Для Того Чтобы Самим Можно Было Уверенно Начинать Реализовать Цифровой Проект Потому Что Без Этого Невозможно Будет Существовать Дальше Нельзя Просто Читать Нужно Также Понимать Из чего Хотя Б Приблизительно Понимать Из чего Состоит Корешок В этой Книге И Как Она Организована Не Обязательно Знать Полностью Содержание Черного Ящика Но Приблизительно Его Возможно Знать Необходимо И Для Этого Мне Надо Понимать Что Поддерживать Свой ПК Ну Вот Кстати Говоря Слово ПК Я Сам По Инерции Написал Слово ПК Это Конечно Не ПК Никакой Не персональный Компьютер А девайс То есть Любой Девайс Поддерживать Поддерживать Это значит Самому Уметь Инстолировать И разинстолировать Программы А не Звать Скачать Из Apple Стора Да А потом Снести Умело А не Просто Стереть И Кроме Того А не Звать Племянника Это Сделать Или Например Обдатировать Вовремя Антивирусники То есть Это вот И вообще Поддерживать Свой Девайс Какой-то Такой Гигиене Да Абсолютно Тут еще Тут еще Важно Понимать Что Вот Ну Знать Наверное Что Через Два Года 25% Людей Которые В России Будут Тем Что Называется Активная Рабочая Сила Это Люди Которые По своему Водрасту Являются Digital Natives То есть Они Все О чем Мы сейчас Говорим Они Это впитали Словно Самоком Матери Поэтому Для них Не будет Вопросов О том Что Поддерживать Или Не Поддерживать Они Это Умеют Делать Ну Для них Это Так же Естественно Как Есть И Остальным Тоже Нужно К этому Подтягиваться Ну Я Хочу Сказать Что Мы С тобой Относимся К тому Поколению Которое Наблюдало Момент Когда Появились Персональные Компьютеры И Когда Люди Приняли Это Как гигиену Или Не Приняли И Через Десяток Лет Стало Понятно Где Одни И Где Вторые И У Меня Есть Хороший Приятель У Которого Трое Детей Он Говорит Что Он По Ним Может Отличать Знание Поколений Старшая Знает Что Такое Дисковый Телефон Средняя Знает Что Такое Кнопочный Телефон А Младшая Не Знает Ни Того Ни Другого И Кроме Сенсорного Экрана Она Больше Ничего Не Воспринимает Да Конечно Это Цифровой Раздел Понимать Как Устроены Базы Данных И Что Очень Важно Хорошо Ориентироваться В Поиске То Не Просто Уметь В Яндексе Написать Что Это Гугле А Понимать Каким Образом Устроены Поисковые Машины Иметь Представление О Сетевых Принципах То Есть О Что Одноранговые Сети Что Многоранговые Сети Иметь Какое Базовое Представление О Работе Логаритмов Это То Что Сейчас Является Продвинутым Пользователем Лера Я вижу У нас Там Есть Вопрос Да У нас Есть Вопрос Нас Спрашивают Как Знаешь Литей Существует Литей Передача Функций Поиска Отбора Резюме Что Общение И Возможно Общение С Кандидатами До Интервью Потому Что Это 2-4 Часа Работа Два Раза В Неделю Которые Нужны Для Других Задач Да Существует Несколько Проектов На Эту Тему Алсу Я расскажу Об этом Подробнее Буквально Через Несколько минут Да Да Понимаю Поэтому Будем Быстрее Идти Давай Сейчас Пропустим Очень Хочется Много Чего Рассказать Еще Значит Вот Мы Говорили О том Зачем Нужно Быть Продвинут Пользоваться Для Того Чтобы Уметь Реализовать Цифровой Проект Я Написал По Английски Digital Project Но Это Имеется Ввиду Что Во Первых Нужно Понять Проблему То есть Нужно Уметь Понять Какая Проблема Вот Только Что Алсу Написала Что Вот Как Раз Идет Речь Да Но Есть И Другие Например Вот Север И Вот На На самом деле Есть Север И На самом деле Есть Новый Проект Джейкет Который Вот Сейчас Выходит На самом деле Хантер Делает Виртуального Рекрутера Это Преобразование Кликмейт Алантикс И На самом деле Эти Проекты Не Просто В стадии Зарождения Они Уже Бета Как Это Называется Версия Они Еще Не Активно Работают Но Уже Набирают Информацию Но Давайте Возьмем Вот Этот Конкретный Пример Вот Есть Проблема Которую Я Писала Нам Алсу Алсу Уже Эту Проблему Поняла Дальше Нужно Знать Что Можно Сделать С Помощью Софта Условно Говоря Что Вот Существуют Такие Возможности В Искусственном Интелекте Например Дальше Нужно Понимать Каким Образом Можно Работать С Чтобы Он Рассказал Какие Существуют Форматы И Какие Существуют Принципы Работы И Предложил Какой-то Оптимальный Вариант Дальше Нужно Уметь Выбрать Из Предложенных Вариантов Какой-то Формат Решения Еще Очень Важная Вещь Это Нужно Описать Проблему Языком Который Понятен Программисту И Честно Сказать Еще И Подписать Проблему Языком Который Понятен Начальству Очень Часто Это Два Разных Языка Естественно Потому Что Начальству Нужно Убедить Потратить Деньги На Этот Цифровой Проект А Дальше Нужно Уметь Нарисовать Блок Схему Решения Так Чтобы Это Было Понятно И Начальству Программисту Главное Чтобы Было Понятно Самому То Какие У нас Есть Постоянные И Динамические Элементы Если Это Мы Говорим Веб Разработки Или О том Если Допустим У нас Есть Чат Бот То Сергей Пишет Что Классический Технический Писатель Тогда Вопрос А зачем Эчаром Это Надо Есть Специалисты Технические Писатели Зачем Эчару Вижен Зачем Эчару А Вот Ты Пишешь Понимать Формат Решений Сергей Прав Если Идет Речь О Компании Где Есть Место Эчара Или Технического Писателя Но Сергей Прав Частично Потому Что Описать Там Нарисовать Блок Схему Решения Да Это Технический Писатель Но Идентифицировать Проблему То Есть Понимать На Что Уходит Столько Времени На Какую То Повторяющуюся Работу Это Не Может Технический Писатель Это Я могу Поделиться Своим Опытом Когда Мы Делали Одну Из Первых Бас Данных Нашу Воркфло На Самом Деле Я Работала Вместе С Аналитиком И Техническим Писателем Я Могу Сказать Что Это Совсем Непростая Задача Простите За Тавтологию Ставить Задачу Когда Павел Мне Например Аналитик Он Мечтай Мечтай Все Что Может Придумать Твоя Голова Точно Сможет Сделать Машина И Это Сложно Придумывать Алгоритмы Которые Придумывать Конечные Решения Придумывать Что Я хочу Чтобы В итоге Было Вот Так Чтобы После Не Придумывать Мы Устроены Так Что Мы Говорим Я Хочу Шаг Один Шаг Два Шаг Три Но Мы Не Можем Как Машина Это Спрогнозировать Для Меня Проблема Это Прописать Технологично Но Еще Большая Проблема Мечтать Как Мы Хотим Чтобы Это Получилось В Да Давай Посмотрим Да Давай Посмотрим У нас Есть Допрос Еще Да Еще Сюрприз Вот Тут Я Хотел Бы Как Раз Спросить Что Из Описанных Решений Искусственного Интеллекта Уже Используется В работе HR Вашей Компании То Есть Анализ Резюме Система Трекинга Кандидатов Интеллектуальные Чаты Боты И Есть Еще Два Варианта Это Не Используется Ничего Или Используется Что-то Другое Ну Пока У нас Есть Очевидный Лидер Да Но Тем Не Менее Что Из Того Что Вот Большая Просьба Те Написали Другое Если Можно В чате Напишите Что Это Другое Потому Что Вот Я С Трудом Могу Представить Что Еще Может Быть Но Тем Не Менее Смотрите Анализ Резюме Четы Пять Процентов Боты Я Думала Ботов Больше Будет Смотри Ка Четыре Процента Интеллектуальные Чаты Даже Трекинг Кандидатов Всего На самом деле Анализ Резюме Немножко Больше Остальное Более Менее Поровну Но Это Довольно Серьезные Результаты Которые Показывают Давай Перейдем Обратно Они На самом деле Показывают То Что Потребность В Навыках Которые Позволяют Гуманитариям И Чарам Работать С Такими Инструментами И Главное Инициировать Их Реализацию Есть Конечно И Поэтому Я хотел бы Еще Поговорить О том Что Собственно Говоря Важно Какие Что делать Дальше После того Как мы Вот мы Уже Все Продвинутые Пользователи И Дальше Мы Уже Можем Реализовывать Цифровые Проекты А что Дальше Дальше Не зря Здесь Я Повесил Фотографию Большого Королевского Питона Это Язык Python На нем Сейчас Написаны Практически Все Решения По крайней мере В области Искусственного Интеллекта Я прям Очень советую Попытаться Его выучить Может быть Не для того Чтобы самим Писать На нем Но для того Чтобы грамотно Задавать Задания Программистам Для того Чтобы понимать Что можно А что Не то чтобы нельзя Можно все Вопрос В том Что есть Вещи Реализация Которых Слишком Дорогая Или Трудоемкая Ну Надо сказать Что мы С командой Попробовали Отсвоить Python Я как всегда Была Инициатором Нам Не хватило Мотивации То есть Это Занимало Наверное В среднем Три часа В день Два Три раза В неделю В течение Двух Трех Месяцев Это Непросто Хотя Я видела Что Это Несложно И тут Еще Пишут Что Не увидели Результатов Вопроса Может быть Я быстро Закрыла У нас Был Лидером Не используется Ничего Остальные Пункты Приблизительно Поровну По 5% Не используется Ничего Было 33 Или 35% Вот Что касается Да Что касается Какие Я все-таки Хотела Еще Прошу прощения Это Очень важный Момент Лер Который Ты Подняла По поводу Отсутствия Мотивации И вообще Какие основные Проблемы Для гуманитариев Есть В изучении Программирования Языки Гуманитариям Выучить Не сложно Потому что Компьютерный Язык Это просто Еще один Язык Он компьютерный Но он Все равно Язык Вопрос В том Что Гуманитарии Не учили Математику И вот Именно Это проблема Я Человек С тремя Высшими Образованиями Из которых Как минимум Полтора Гуманитарные Могу Сказать Что Это До сих Пор Для меня Большая Проблема И вот Сейчас Я Не буду Называть Название Школы Которые Я учусь Но Я Еще Лерия Про это Не сказал Я пошел На Data Science На курс Где Математика И Статистика И Теория Вероятности И В общем Вся Вот Эта Штука И Python И Остальные Языки Это Занимает Год И Это Будет Моя Третья Попытка Но Тем не менее Я Это Освою Это Меня Утешает Не Одним Попыт Конечно Давайте Коротко Расскажем О том Какие Все Таки Я Не Буду Здесь Углубляться В детали Но Просто На этом Слайде Коллеги Указаны Основные Большие Проекты Уже Внедренные Искусственные Интеллекты То есть У нас Здесь Есть Это Если Вы Видите Уже Внедренные АТС Это Applicant Tracking Systems Трекинг Систем По Кандидатам И Тут Я Обращаю Ваше Внимание На Jiri Mail.ru И Поток Ио А Также Google Hire Я Также Отметил Внедренные В рекрутинге Вы Видите Курсивом Отметил Talantik Skillless VSV Север AI Это Русские Системы В развитии Обучения Сотрудников Точно Так же Довольно Много Уже Есть Коучинги И Интеллектуальные Чаты Из них Последние Вера Компания Стофери Стофери И Сарбок Хантер Это То Что Уже Используется Значит Дальше Вот Здесь Перечислены Упомянутые Скажем Так Проекты Уже Внедренные HR На Блокчейне Вот Линк На Презентацию Которую Я Делал Не так Давно Для Как раз Компании Visavi И Презентации Также Там Слайды Лежат Мы Все Это Пришлем Значит Есть Еще Очень Интересный Проект По Большим Данным Это Проект Гугла Проект Оксиджен Кислород Его Интересный Анализ Сам Проект На самом Деле Он Очень Большой И Очень Интересный Анализ В Город Бизнес Ревью Пожалуйста Посмотрите Кому Это Интересно И Есть Еще Несколько Ссылок Которые Мне Кажется Будут Интересны Одно Из них Кстати Видео Это Видео Главы IBM Которая Рассказывает Об их Программе Удержания Персонал Значит Теперь Очень Коротко А Представитель Компании Эдди Который Будет Рассказывать О их Программе Удержания И Про Анализ Которые Они Внедряют Будет 23 А Я Там Буду Я Регитрировался И Рекомендую Всем Кто Это Может Делать Это Очень Интересное Мероприятие Будет Рассказывать Как С помощью Систем Интеллектуального Анализа Убер Набирал Анастасия Пшивоцкая Будет Рассказывать Как Они На месяц 500 Сотрудников Себе Набирали И Как Это В практике Работает Ну Теперь Давайте Подытожим Что ли Расскажем О том Что Все Таки Искусственный Интеллект Дает В Чаре Во Первых Это Более Точный Мэйчинг Резюме Помогает Искусственный Интеллект Помогает Более Точно Сопоставлять Резюме Кандидатов Стреливным Репододателем Особенно На стадии Первичного Откуда Второе Это То Что я Назвал Не знаю Насколько Это Правильно Обеспечение Приездности То есть Это Как раз Ответ На вопрос Найди Мне Такого Который Такой Как Покидает Команду Кстати Эбби Это Делает И У них Есть Они Все равно Что написано Там Заявки Все равно Что вы Об этом Думаете Но у вас Есть Сложившаяся Практика У вас Есть Успешные Люди И Не Успешные Люди В этом Конкретном Месте В этих Конкретных Обстоятельствах Есть Такие Нюансы Которые Не Может Вычислить И чарт Но Может Вычислить Система Они Говорят Что Они Подбирают Наиболее Успешных Тут Еще Интересный Момент Коротко На нем Остановлюсь Это Как раз Про Грабберы Боты Грабберы Которые Позволяют Не только Взять Резюме Но Граб То есть Собрать Все данные Из Онлайна То есть Взять В единый Профиль Составить Что Человек Пишет В социальных Медиа Все его Поведение И Вот это Как раз Позволяет Взять И найти Такого Человека Сопоставить Его Поведение С тем Кто Уже Ушел Елена Спрашивает Как Искусственный Интеллект Может анализировать Поведенческие Модели Об этом Точно Будет Рассказывать Марат 23 Апреля Может Ли ты Это Прокомментировать Ну Давайте Лучше Оставим Марат У меня Буквально Здесь 8 минут Я так понимаю Осталось Еще Одна Очень Важная Вещь Это То Что Да Конечно Конечно Еще Очень Важная История Это То Что Искусственный Интеллект Приводит К тому Что У вас Будет Меньше Скучной Работы То Есть Боты И Плюс Биг Даты Это Индикация Орлайн Форума Для Поиска Кандидатов Блокчейн Плюс Искусственный Интеллект Это Проверка Резюме Искусственный Интеллект Это Проведение Первых Интервью То Как Раз Надежда И Собственно Практика Заключается В том Что Скучная Так Назваемая Административная Работа Ее Будет Намного Меньше И Насколько Ее Будет Меньше Зависит Конечно От вас Самих Чтобы Вы Инициировали И реализовывали Такие Проекты В своей Компании Дальше Поиск И найм Будет Происходить Быстрее То есть Биржа Навыков Блокчейновая Проверка Резюме Предыдущие Рассказывают О том Что будет Меньше Административной Работы Все это Приведет К тому Что На поиск Кандидатов И на Найм Новых Сотрудников Будет Уходить Меньше Времени Еще Очень важная Вещь То Что Инструменты Искусственного Интеллекта Помогают В поиске Тех Кандидатов Которые Не ищут Работу И которые Не выкладывают Резюме И тут Как есть Как боты Поисковые Так и Анализаторы Распространения Информации О компании В нужных Местах То есть Когда Бот Выкладывает От имени Человека Информацию В нужное Место О том Как клево Работать Программистом В этой Компании И это Периодичность Также Существуют Анализаторы Искусственного Интеллекта Анализаторы Тех Резюме Которые Не подходят На 100% Которые Подходят Только На какую-то Определенную Часть Кроме Того Конечно Существуют Еще Такие Истории Как Образовательные Консультанты То есть Это Когда Ты получаешь Письмо Которое Написал Бот Которое Говорит Дорогой Друг Вот Ты работаешь Мы знаем Вот в этой Компании А если Ты Закончишь Такие-то Курсы Которые Мы тебе Предоставим Бесплатно То у нас Для тебя Есть работа На такие-то Деньги Про Прогнозирование Удержание Мы уже Говорили И Вот Еще раз Рекомендую Посмотреть Видео Компании Руководителя Компании IBM Которая И вот То что Эбби Сделала Тоже Очень Интересный Проект Дальше Тема Которую На самом деле Я не знал Стоит Они Упоминать Или Нет Но Все же Мне кажется Что Стоит Потому Что Я с этим Стался Однозначно Это то Что Искусственный Интеллект Снижает Предвзятость Имеется Ввиду То что Все-таки Рекрутер Это человек То есть Рекрутер Все же Использует Определенные У нас У каждого Есть Вогатурный Багаж И поэтому Как известно Мнение О человеке Составляется Приблизительно В первые 40 секунд Общения И это мнение Часто может Влиять Как в положительную Так и в отрицательную Сторон На шансы Но не так давно Прошла новость Я вот забыла В какую компанию Может быть Коллеги помнят Пытаясь Нивелировать Вот эту Предвзятость У меня Очень сложное Отношение К тому Что я скажу Но это просто Факт Да Наняли Наняли Проблема Проблема Тем не менее Существует И один Из способов Возможных Решения Это Применение И искусственного Интеллекта Указать Не более Трех Вариантов Первое Это более точный Мэтчинг Второе Это найти Такого же Как уходящий Сотрудник Третье Это меньше Скучной работы Четвертое Меньше времени На поиски Иннаем Пятый Активный Поиск Шестое Это Удержание И прогнозирование Седьмое Это Снижение Предвзятости Вот что Вам кажется Наиболее Важным Обратите внимание Что тоже Есть очевидные Два лидера Да Совершенно Очевидные Меньше Времени На поиск Иннаем И удержание И прогнозирование Да Следующие Лидеры У нас С вами Мэтчинг И активный Поиск Да Что Корреспондируется На самом деле С временем На поиск Иннаем Да То есть Видимо Здесь есть ощущение Что можно Автоматизировать Больше Да Что здесь Много механики Много рутины Это очень Интересный Результат Опроса Я сам На самом деле Вот этот слайд Я тоже Лера Хочу получить Потому что Собственно говоря Вот именно Это Понимание Дает понимание Того В каких направлениях Конкретно Нужно работать Да Да Возвращаюсь Да Ну Собственно Коллеги Мы Сейчас Подошли К Не то чтобы К завершению Но все таки Скажем так К логическому Какому то концу Поскольку У нас Осталась тема Она Это 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 Тема Сейчас Секундочку Это Собственно говоря Тема Того Что же Будет Когда Будет Внедренный Интеллект Когда Когда У нас Когда Искусственный Интеллект Даст нам Время Быть людьми В нашей работе А не Заниматься Обзвонами Одних и тех же И опросами Одних и тех же И здесь Как мне кажется Я на самом деле Хотел бы Чтобы Может быть Лера Подхватила бы Немножко побольше Чем Я поговорил Потому что Лера профессионал В этой области А я Пользователь Ичара Я могу сказать Что Для меня Вот Как Ну У меня Самый опыт Самый разный Опыт В жизни Был Когда-то Я В одном Своем Качестве Я был Начальником Команды В которой Работало 250 человек И У нас Был Ну Как У всех Был Ичар И Пожалуй Самое Важное Качество Этой Женщины Заключалось В том Что Она Была Психологом Команды То Все Или Вот Недавно Кстати Говоря Я был И Там Русские Сотрудники Сотрудники Русского Офиса Объем С восторгом Вспоминали Старую Австрийскую Эчар Женщину Которая Не говорила По-русски Кстати Ни слова Зато Она Знала Какие У кого Проблемы С ней Всегда Можно Прийти И Поговорить Говорили Они Меня С восторг И Вот Насколько Эта Тема Психолога Эчар Многие Психологи Вообще Надо сказать Что Я тоже Психолог Но мы с вами Коллеги Знаем Что В Эчар Очень неоднозначное Отношение К психологии Потому Что Часто Здесь Больше Пены Чем Реальности И Довольно Часто Психологи Забывают Про бизнес Процессы Забывают Про Реальные Потребности Уходят Именно В отношения Психологию С одной С другой С другой С другой Не так Давно Была Встреча Как раз IBM С Яной Мы общались Касперский Мэйл Еще Несколько Компаний Где Говорили О том Кто Как не Они Начали Внедрять Первыми Анализ Данных Какую Автомизацию И так Далее И Они Начали Говорить Что Люди Просят Уходить Например От Обучающих Программ Компьютерных Интеллектуальных Роботов И так Далее К живому Общению Что Им очень Важно Действительно То О чем Ты Говоришь Что Им Важно А Когда Личко Когда Им Важно Это Личко С другой Другой Ты Говоришь Про Нейронные Сети Например То Что Известный Такой Психолог Доктор Курпатов Был Недавно По Моему Феврале Назначен Лабораторией Руководителем Лаборатории Изучения Нейросетей Сбербанка А Эта Тема Которая Имеет Отношение К Искусственному Интеллекту Самое Прямое Тоже Говорит О том Что Психологи В Сфере Искусственного Интеллекта Есть И Будут Постребованы Но Личка Я думаю Вот Точно Она Ее значение Личного Общения На самом Деле Становится Как мне Кажется В этом Новом Искусственном Мире Ее значение Становится Еще больше И Это То Чего Машины Пока И Даже В очень Отдаленном Возвремем Будущем Не Могут Заменить А именно То Что Пока У Машин Нет Возможности Реализации Того Что Называется Эмоциональный Капитал Эмпатии Мы Обсуждали Какими Качествами Обладает Человек И чем Не обладает Машина На эту Тему Можно Разговаривать Долго Но Однозначно Машина Не умеет Любить И Это Очень Чувствуется И Конечно Здесь Многогранная История Когда С одной Стороны Уход От Рутины С другой Стороны Наращивание Интеллектуальных Возможностей Которые Пока Не Посильны Человеку Без Поддержки Машинной И С третьей Стороны Это Этические Моменты О которых Мы Совсем Не Говорили Сегодня Это Отдельная Тема Это Большая Тема Большая И Может Стоит Привести Еще Один И Это Тема Конечно О которой Мы Тоже Пошутили Но Не Стали Говорить Опасности Неправильных Решений Опасности Искажений Хотя Это Не Про И Чарно Например Уже Известно Что В Америке Выграны Судебные Процессы Пациентов Которые Обратились В суд Почему Врач Не Обратился К Системе Искусственного Интеллекта За Поддержкой Чтобы Получить Уточнить Диагноз И Дал Неправильный Диагноз Эти Суды Выиграны Сейчас Это Ставят Как То что Называется Протокол У врачей В каких-то Там Это Однозначно Создало Очень важный Судебный Президент Поэтому Мне кажется Что Это Очень Такая Тема Которая Очень Живая У меня К ней Довольно Опасливое Такое Отношение Потому Что Важно Я Конечно Далека От мысли Возглавить Как Про Революцию Но Важно В общем Чтобы не выплеснуло Забор Да Всем Этим Вот И Мне кажется Что Здесь Действительно Еще Можно Разговаривать И разговаривать На тему И психологии И личности И роли Личности В формировании Искусственного Интеллекта И характера Искусственного Интеллекта Я думаю Что они будут Разные Очень Эти системы Вот Но у нас С тобой Сегодня Закончилось Время Я вижу Что у нас Практически Все Продержались До конца Людин Спасибо Тебе Большое Спасибо Участники Дорогие Спасибо Большое За внимание За такие Информативные Ответы Передадим Слово Ксении И я хочу Повторить Еще раз Что у нас 23 числа Будет Мероприятие Ксюш Ты Об этом Скажешь И Вы сможете Там Увидеться И с Леонидом И со мной И со спикером Эдди И в общем Там много Все будет Интересно И я надеюсь Что мы С вами Еще раз Не раз Увидимся И со мной И с Леонидом Спасибо Счастливо Спасибо Большое Так Дорогие слушатели Я как раз В предложении Темы Валерии Дворцевой Хотела бы Попригласить Вас Еще раз На наш Антиклуб Искусственный Интеллект И автоматизация ВИЧАР Регистрируйтесь Приходите И узнаете Еще больше Чем вы узнали Сегодня На нашем мероприятии Об искусственном Интеллекте И автоматизации ВИЧАР По традиции Пожалуйста Продержите Еще две минутки Я вам Расскажу Обалденную Информацию Которую Вы Обязательно Захотите Узнать Про Ханс Я рассказывала О том Что это Современная СРМ Система Для Рекрутинга Где Вы Можете Привезти В период Вакансии Удобное Время Введения Базы Резюме Работа С заказчиками Интеграция С календарями Почта И отчеты По работе Ниже Мои коллеги Бросили Вам ссылку Для регистрации Пожалуйста Пройдите Опрос Чтобы Мы могли Подготовить Вам Темы Наиболее Интересные Для вас Дайте На свое Мнение О текущем Вебинаре И ответим На пару Вопросов Потому что Все те Кто зарегистрирует Те Ответят На вопросы Получат Супер Приз От нашего Следующего Партнера Это Компания HR Трек Которая Приглашает Вас На интернет Фестиваль Риф И Кип Который Состоит 19 Апреля В пансионате Весны Идали Что это Такое Это Воркшоп Интенсив Для HR Владельцев Бизнеса И стартаперов Бизнес Партнеров И тех Кто принимает Решения По управлению Компанией Курс Так сказать Молодого Бойца С практическими Заданиями И командной Работой В программе Будут вопросы Практические Воркшопы Практические Кейсы Лидеров Рынга Фактически Это Не просто Мероприятие А это Максимально Глубокий Курс Обучения Через Практику В результате Которого Вы Освоите Алгоритм Дизайн Спринта Для создания Чар-решений Создадите Готовый Прототип Решения Текущей Проблемы Возможно Что-то Сразу Сможете Протестировать Научитесь Проводить Спринты И создавать Мультификационные Рабочие Группы Для поиска Решений Мне кажется Это Обязательно Стоит Посетить И мы Очень ждем Ваши Анкетки Заполняйте Отвечайте На вопросы Задавайте Вопросы Спасибо Вам Большое Еще раз Посмотрите На ссылку Которую Сбросили Мои Коллеги В форуме Проходите На анкету Отвечайте На вопросы Все те Кто пройдут И ответят На вопросы Мы С помощью Генератора Случайных Чисел Выберем Участника Который Получит Билет Собственно Говоря На это Мероприятие И чарт-трек На интернет Фестивале Риф плюс кип 19 апреля А между прочим Стоимость Этого билета 12500 рублей Если я правильно Помню Не ошибаюсь Если сейчас Цена Еще не выросла На него Поэтому Если вы хотите Стать частью Этого мероприятия Отвечайте На анкетку Дайте нам Своё знание О текущем Мероприятии Чтобы мы могли Стать для вас Лучше И подготовить Вам еще Интересные Тестные мероприятия Ну и конечно 23 числа Мы ждем вас На нашем антиклубе Вот Вот здесь Вот смотрите Наш антиклуб Я тоже Буду рада Увидеться Пожалуйста Заполните Анкетки Это же так важно И так интересно Прийти на мероприятие Где вы Еще раз Сможете Освоить алгоритм Дизайн спринта И создание HR решения Создадите Готовый Прототип Решения Текущей Проблемы Научитесь Проводить Спринты И создавать Мультификационные Рабочие Группы Для поиска Решений И все Это можете Сделать Месплатно Поэтому мы вас ждем Заполняйте анкеты Хорошего вам дня Настроения Пусть неделя Будет у вас Продуктивной Эффективной И не забывайте Радоваться солнцу На этой неделе Оно в Москве По крайней мере Обещается Каждый день Хорошего всем дня До свидания Продолжение следует